Новошахтинск потерял еще двоих самоотверженных, преданных родине военных, участвовавших в спецоперации на Донбассе. В администрации города состоялось их посмертное награждение. Военный комиссар с дрожью в голосе зачитал указ президента Российской Федерации. За мужество, отвагу, самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга наградить ордена мужества Черепина Дмитрия Анатольевича, старший лейтенант, посмертно. Разрешите вручить орден, поблагодарить вас за воспитание сына, настоящего офицера, защитника. Примите наши соболезнования. Спасибо. Указом президента Российской Федерации от 9 мая 2022 года номер 277 за мужество, отвагу, самоотверженность, проявленную при исполнении воинского долга наградить орден мужества Торбу Игоря Александровича, старшего матроса, посмертно. Примите. Спасибо вам за воспитание сына, настоящего защитника. Спасибо. Спасибо. Извините, простите. Мы будем жить. Конечно, мы скорбим вместе с вами, и передать эту скорбь о погибших ваших близких людях очень трудно, потому что это ребята, которые защищали не только Россию, они защищали всех тех людей, которые хотят жить под мирным небом. И эти ребята, которые погибают, конечно же, в борьбе с нацизмом и с теми людьми, которые сегодня не хотят жить с нашей идеологией, есть потери, и они будут неизбежны. Мы очень скорбим вместе с вами о погибших. Они, эти ребята наши, будут записаны в летопись нашего города, но мы не можем никогда сделать все, все то, что могли сделать ваши дети. Поэтому очень поражаемо, огромную благодарность за ваше воспитание тех ребят, которых вы воспитали, и очень скорбим вместе с вами за то, что мы сегодня решились этих замечательных парней. В такие минуты родителям трудно говорить, и все же они нашли в себе силы и рассказали, какими были их сыновья. Честный, справедливый, грамотный, с уклоном к технике, технику ремонтировал, свободно все это. Ну а пошел учиться в военное училище. Военная команда на Черкасске закончила, и по распределению попал в Ханкеллу. В Ханкеле его часть стояла там, все. И на учения все время ездили в Крым. В Крым собираются звонить, говорит, мы на учениях, все, не звоните, ничего, мы на учениях. А этот раз позвонил. Сказал, что там уже не учения. И 1 апреля колонна, рассказывайте, колонна пошла, и на засаду нафорвалась. И говорит, там развезло, и первая машина ехала. Игорю Торба было 24 года. Он был прекрасным человеком. Добрый Мадзеевичу. Всегда приходил на выручку друзьям. Всегда всем помогал. Никогда не отказывал. Старался выполнить то, что ему положено, то, что ему никому не отказывал ни в чем. Глава Сергей Алексеевич дал свой номер телефона родителям погибших ребят и пообещал всегда быть на связи и, если возникнет необходимость, помогать. Продолжение следует...